Строительство фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новый контролируют камчатские депутаты. По инициативе народных избранников в населённом пункте прошло совещание по проблемам, возникших в ходе возведения объекта. Строительство ФАПа входит в национальный проект здравоохранения. Мы его контролируем как депутатский корпус, распределенный по объектам. Мы его контролируем. Буквально месяц назад мы были на этом объекте. Были какие-то замечания, определились, что где на сегодняшний день вышли непредвиденные обстоятельства. Это вода и вопрос канализации, куда сбрасывать канализацию. У нас здание самого ФАПа 12 на 12, я округляю, на свайном фундаменте. Сегодня мы столкнулись с сложностью благоустройства, потому что у нас этот участок за моей спиной, у нас получилось, что не предусмотрено, мы не ожидали, что у нас будет водоприток большой. Мы начали строить, вот сзади меня резервные резервуары пожарные начали копать, и у нас на глубине трёх метров пошли грунтовые воды и затопило нас. Всё, мы приостановили все работы, сейчас вот мы корректируем проект, обратились к закачку. Также в качестве сюрприза на участке строители обнаружили силовой кабель, который нигде не отмечен. По словам подрядчика, прошедшее совещание для решения проблемы было очень своевременным. Есть предположение, что в затоплении участвуют не только грунтовые воды, но и водопроводно-канализационные сети, которые не зафиксированы ни в каких документах. Депутат Юрий Ломакин отметил, что в ходе совещания достигли договорённости с водоканалом и другими ведомствами для решения проблемы подтопления. Все вопросы решены, я думаю, что за завтра, послезавтра все вопросы будут окончательно решены. Вода убрана с объекта. Ну и имеется небольшое отставание по этому объекту. Сейчас идёт корректировка проектно-смертной документации в связи с этими непредвиденными обстоятельствами. Ну и на месяц, наверное, сдвинется, скажем, график срок сдачи объекта. Ориентировочно где-то декабрь месяц 2022 года объект должен сдать. Но для обеспечения нормального контроля мы запросили у подрядчика график производства работ, чтобы непосредственно контролировать, через месяц мы опять приедем и посмотрим, что по этому графику выполнено, что останется не выполнено. Добавим, ФАП в посёлке Новый строят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения края. Основная задача модернизации – обеспечить доступность и качество первичной медицинской помощи в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа и малых городах.